Здравствуйте, дорогие друзья! Я думаю, надеюсь, что многие читали недельную главу Толтот, которую мы сейчас изучаем. Там рассказывается о благословении, которое наш праотец Ицхад дает своему сыну Якову. И даст тебе Всевышний от росы небесной и от туков земных. Вот так. Да, так. Что значит и даст? Почему и даст? Почему не просто даст? Никто не задумывался? В этом заключается смысл благословения даст и даст. То есть речь идет не о дополнительном благословении, а о результате правильного получения. Вот посылаем вас выше. Многим людям посылалась сверху какая-то удача, какие-то деньги, какое-то что-то. Мы зачастую клянчем у Всевышнего богатства. Но сколько людей спились, деградировали или даже погибли, заработав или выиграв огромные деньги. Очень многие, которые выиграли даже в лотерею, не сумели распорядиться своим этим богатством. Важно, чтобы, прося о благословении, не просто знать, чего и сколько ты просишь, а быть готовым должным образом принять полученное. С пользой для себя и для окружающих. Чтобы и роса небесной и туки земли были нам только на благо. Я знаю практически всех, еще раз говорю, богатых людей бывшего Советского Союза. И единица, может быть, из миллиона, те, которые деньги принесли в пользу. Остальных все разрушилось и так далее. То есть надо быть готовым принять браху. Сыновья Ривки, братья-близнецы Яков и Исаф, с собой символизируют в нашей недельной главе и вообще в Торе две души. То есть противоположность устремлений. Это в каждом находится. В каждом из нас есть внутренний Яков, то есть наша божественная душа и ее какие-то духовные устремления. Есть обязательно внутренний Исаф, то есть животная душа, материальные эгоистические интересы. Когда у нас в каком-то моменте побеждает божественная душа, она ослабляет материальные наклонности. И так далее, и наоборот. То, как божественная душа побеждает животную, это как свет побеждает тьму. Вот мы, казалось бы, не можем, а тут раз проник в свет, тьму не разгоняют палкой, как говорил Любавический Рэб. Тьма просто перестает существовать в присутствии света. Подобно этому маленькой духовной победой, вот малюсенькой, да можно изменить ситуацию в любую сторону. Или почти в любую. Надо помнить только, что все к лучшему. Только вот как бы посмотрев назад, можно увидеть, как иногда все складывается положительно. Например, давайте пофантазируем. Как могло быть, если все в Торе сложилось иначе, у Якова. Яков пришел к Лавану со всеми деньгами, никто его не ограбил. Он тут же взял бы в жену, праматерь Рахель. Сразу бы возвратился домой. Исаф, который был на него злой, еще и обязательно мог бы его убить. Немедленно, да. И даже если бы он спасся от Эйсава и не погиб, у него не было детей, потому что Рахель была бесплодной. Два сына родились у нее только в награду за то, что она, забыв о своих интересах, передала знаки Леи, чтобы для Якова, чтобы та не была посрамлена. Написано, и вспомнил Бог Рахель, вспомнил про милость, которую она оказала Леи. То есть, вы понимаете, взглянув назад, иногда не было другого пути сделать лучше. Особое внимание, кстати, следует обратить на события, сказал Раби Бахи Апахуда, один из великих мудрецов. Проходящие, если смотреть на проходящие в жизни человека события. Некоторые из них мы воспринимаем как неудачи, но через некоторое время убеждаемся в их пользу. Это одно из чудес Бога. Сказали мудрецы, все беды, страдания и несчастья, постигающие человека, не дай Бог, если посмотреть на их цель, они вовсе не зло, а помощь. Ведь все страдания, которые нам посылает Всевышний, это чтобы либо напомнить человеку, чтобы он обратился срочно к Раскайню, или смягчить наказание за его грехи. Таким образом, страдания это добро, но увидеть это, к сожалению, мы не можем. Вообще, вот смотрите, были ли вот все эти события в жизни Якова, которые вы разбирали наказанием? Нет. В результате, свадьба с Леей стала основой рождения еврейского народа, названного по имени сына Леи Ягуды. В результате обмана Лавана, в конечном итоге, у Якова оказалось больше детей, чем он первоначально просил у Творца. Похищение Йосева проложило путь к спасению семьи Якова от голода и в египетском рабстве, что было необходимо для появления еврейского народа. Был ли Яков счастлив после всего того, что случилось в жизни? Не совсем. Ведь Яков заплатил огромную цену за все. И тут разгадка жизни. Цель жизни совсем не такая, как мы думаем. Не больше, не красивее надеться или выпить. Цель жизни – достигнуть совершенства. А достигнуть совершенства можно только путем преодоления испытания. А значит, испытание – это абсолютно необходимая часть жизни. Нам остается только вдуматься в это и верить, и улыбаться. Иногда сквозь слезы, ведь мы все-таки люди, но обязательно верить и улыбаться. Брахава от слаха.